Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Рест новости в эфире, как всегда, самые актуальные и полезные информации со всех уголков Турции. Итак, начинаем новую рабочую неделю с выпуска новостей. Поговорим сегодня, зачем Турции Китай даст миллиард долларов, какое мобильное приложение разработали в полиции для дам, сколько моделей будет у отечественного автопрома и где в Турции, город под землей, а многом другом в ближайшие несколько минут, поэтому не переключаемся, настраиваем звук и яркость на мониторах и слушаем первую новость от Полины. Начнем мы с международных новостей. Китай планирует инвестировать в Турцию 1 миллиард долларов. Деньги хочет вложить одна из крупнейших государственных компаний Китая, HT Solar Energy. Средства будут направлены в энергетический сектор Турции. В республике надеются, что опыты инвестиций китайской компании помогут развитию данного сектора в стране. Китай как везде. Точнее, Китай везде. Да. С новостями страны. В Турции продолжается работа по созданию отечественного авто. Как рассказал на днях министр науки, промышленности и технологии Турции Фарука Озлю, у машины будет целых 5 моделей. Автомобиль будет седан, машина класса SUV, автомобиль общего пользования и еще несколько других. Все модели будут работать на электричестве. Прототип первого турецкого автомобиля будет уже выпущен в следующем году, а с 2021 года начнется массовое производство. Помимо всего прочего, добавлю, что помимо разработок идет также и поиск места, где будет стоять завод по производству отечественного автомобиля. Продолжаем наши новости информацией для женщин. Теперь вызвать помощь они смогут буквально одним нажатием на экран мобильного телефона. В Турции полиция запустила новое мобильное приложение под названием «Система уведомления для женщин в чрезвычайных ситуациях». Для того, чтобы воспользоваться данной программой, нужно зарегистрироваться и включить функцию геолокации. После установки данного приложения на рабочем столе появится специальная иконка, нажав на которую, в полицию мгновенно поступает сигнал. Сотрудники определяют ваше местонахождение и незамедлительно выезжают. Так что если ты не купишь платье, то девушка нажмет на иконку, приедет полиция и отдубасит тебя. Вот так вот. Но у нас новости туризма. Самый большой и известный подземный город в мире, который находится в Турции, в скором времени будет открыт для посещения туристов. Внимание всем, кто любит Каппадокию. Подземный город расположен в районе крепости Невшехир. Возраст древнего поселения примерно 5000 лет. Это полностью автономное сооружение. Там есть водные каналы, воздуховоды. В городе можно жить, не вылезая, месяцами. Город изучали на протяжении последних 5 лет. И вот сейчас он стал доступен для всех нас. Так что можем уже с июля этого года посетить это замечательное место в Каппадокии. И еще одно место скоро можно будет посетить всем желающим. В священный месяц Рамадан, который в этом году будет с 15 мая по 14 июня, в Стамбуле откроется самая большая мечеть в мире. Средительство мечети Чамладжа почти завершено. Занимает она огромнейшую территорию в 15 тысяч квадратных метров. И одновременно в ней сможет находиться до 60 тысяч верующих. Неплохо. И к новостям на культурно-религиозную тему возвращаемся еще раз. Они у нас есть и в Алане. В этой выходной у нас прошла Пасха. Было очень много людей, была праздничная служба. Всем все понравилось. Так как у нас в Турции страны мусульманские, многие могут подумать, что христианские праздники здесь отменяют. Но нет. У нас тысячи людей живут в Алане и пользуются всеми возможностями. И посещают храм в Алане. А кто живет в Анталии, посещает храм в Анталии. Так что если вы подумаете о переезде в Турцию, не переживайте. Праздники здесь никто не отменяет, а также отмечает. Ну а с новостями у нас, как я понимаю, все. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, то пишите в комментариях под видео. Задавайте свои вопросы, пожелания и так далее. Так что также не забываем ставить лайк, подписываться на канал. И если не хотите пропустить новые видео, то ставьте колокольчик. И помимо всего прочего, у нас сейчас апрельский конкурс идет. Так что если хотите свеженькие, хорошенькие, стильные очки, то в бой. Ставьте комментарии, получайте номерочек и участвуйте в лотереи. Ну у нас все. Мы с вами еще раз попрощаемся. Скажем всем пока-пока. Неделя впереди, но у нас все получится. Так что остаемся с нами. Субтитры сделал DimaTorzok